В этот раз я тоже не буду затягиваться вступлением, ну, потому что я очень хочу ссать, поэтому давайте, по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест и пьет, а также приятного просмотра. Итак, куда мы сегодня отправляемся? Наверное, мы сейчас отправимся на Агропром по заданию Зуба. Дежавю какой-то. Ну, просто Зуб нам выдал второе задание, и нам нужно опять текать на Агропром. В этот раз нам нужно идти вот сюда, вот у нас есть место нападения на крован с оружием, там нас ждет БТР. Для БТРа нам нужны гранаты. Для гранат нам нужна, ну, либо водка, чтобы выменить ее у Игоря Ширстюка, либо я не знаю. В принципе, я предлагаю сейчас пойти в бар, чего-то продать и, возможно, купить гранаты где-то. Так, он скупает часть тела мутантов, отлично, я знаю их, можно было там покинуть квестом, сдать и так далее, но, чуваки, не сейчас. Мне сейчас явно не до этого. Кстати, смотрите, у него заряд с противогазом 100 тысяч рублей, она стоит охренеть, ну, при этом характеристики у него такие себе. Офигеть, пошел ты к черту, бармен. Итого у нас 5 тысяч, я думаю, этого хватит на какое-то количество водки, я не знаю. Здоровье поправить, смотри. Водку давай. А, смотри, простенький артефактик или 7 паулитрок за хороший берешь. Два пузыря за простенький артефактик, а сколько у Ширстюка? А, я уж с Ширстюком-то и не обменяюсь, потому что он попросил меня кое-что для него принести, да? Я, кстати, понял то, что БТР, который ему нужен, находится вроде как здесь, поэтому можно будет и это выполнить заодно. Но мне надо знать, сколько он берет водки за F1. Ну, граната F1 вроде как одна бутылка, поэтому давай. Мне нужно кое-какое снаряжение. А, у него, кстати, появился данный на щупальце кровососа, но это потом, когда-нибудь. Так, давай кое-какое снаряжение, здоровье поправить. Водку. Вот простой, хватит мне. Кровь камня он забрал и две водки мы получили. Конечно, у нас на кордоне куча водки, но на кордон бежать как-то не хочется. Все, погнали. Ну, я полагаю, что вот этот БТР ему нужен, правда тут проблема. Ой, а что это там такое светится? Ну, это вряд ли артефакт, скорее всего, аномалия. Там вон собачки сидят, но постараемся не привлечь их внимания. У меня вот тут тушканы максимум могут как бы это самое помешать, поэтому давай. Расправимся с ними и быстрее... Ой, собаки тоже загрелись. Ну, ты рофлишь, дядь. Тетя Леша, отстань, пожалуйста. Ой, твою мать. Ну, ясно, все оравы опять на меня собрались. Ну, конечно, вы иначе и не можете, вы же крысы тупые. Так, все, минус. Так, и надо что-то делать. Ой, собачка зависла. Кек. Минус. Надо что-то делать и смотреть, а что от нас тут вообще требуется? В этом БТРе. А, вот. Тьфу. Да, круто. Да я сейчас сдохну, нахер, короче, тут радиация жесткая. А, ну да, контролер все еще не ушел. Вон, они там зомби гуляют. Я просто вот так вот сразу ухожу и все. Блин, радиейшин. Ну, я не знаю, на самом деле. А, у нас же есть 6 антирадов. Ой, а что я туплю? Кек в натуре. 6 антирадов это очень много. Я думаю, один антирадик можно потратить на данное задание. Поэтому давайте-давайте. Сейчас наваляем всем, кто посмеет на нас это самое. Ну, вы поняли. Так. Так, тушканов я что-то не вижу как-то. Ага, вижу. Давай попробуем их сюда выманить. Ну, либо убить на расстоянии. Ну, вроде одного тушкана как минимум я убил. Ясно, бегают там твари. Так, давай попробуем к ним перебежать и развалить их. Главное, радейки, радейки не нахвататься. Боже, ну я уже нахватался. Не. Надеюсь, тут радиации не будет. Нормально. Так, с собачками тоже надо что-то делать. Надо как-то аккуратненько вот отсюда зайти и... Опачки. О! Ты что меня пугаешь? Скотина! Минус одна. Упс, проблемы. Большие проблемы. Я бы даже сказал, гигантские. Не кусай, не кусай, не кусай, не кусай. Сосай, куда сай. Ну, давай, давай. Найс, 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 найс. Быстро, быстро, быстро. Армейскую давай, жахнем сразу. И от радиации поможет и от кровотечения, и здоровье повысит. И вообще все на свете. И что у нас тут? Ничего нету. Так, давай, резко, резко, резко. Better, 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 better. Идем, 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 идем. БТР. БТР. Тьфу, опять. Это что, значит, неудачные поиски или что? Ой, радиация, ой, радиация. Ну, что ты там копошишься-то долго так? Ой, аутист. Ой, аутиага. Так, отлично. Черный ящик есть. Все, валим отсюда. Какие проблемы? Проблем никаких. Вопросов как бы тоже. Так, антират. И что? Хотите сказать, что антират в пустую просрал? Как реально антират не сработал. И что делать? Ну ничего, научу аптечку юзать. Ясно, я сейчас просто просрал антират в пустую. Оказывается, армейская аптечка все еще действовала. А я откуда знаю, действует она или нет. Теперь точно она перестала действовать. Юзаем научную, чтобы вывести радиацию и полностью здоровье восстановить. Итак, удалось вот этот оранжевый шар. Хм, черный ящик. О, это ты, мужик. Братан, с меня пузырь. Шучу. Я знаю, вы, сталкеры, всегда в патронах нуждаетесь. Держи вот хороших патрончиков. Подходи, как нужно будет еще. Только огненную воду не забывай. Так, подогнать кое-какое снаряжение. Давай мне гранаты. Мне, пожалуйста. Давай гранаты. Так, давай пока бутылку получишь гранатку. Ага, гранаты нужны. Ага, все, отлично. И давай еще раз гранаты. Все, две гранаты у нас есть, зашибись. Потому что опять воевает за костер, как в прошлой серии на холме. Уйдну его в задницу. А, ты еще и опять не зажигаешь. Ну ты тварь. Другое дело. Ну и пойдем по заданию теперь зуба. Дядь, а ты что тут забыл? Да уж. А если я убью этого вояку, на меня бас загрится или как? Если загрится, то это вообще бред полный. Как это должен выполнять квест? Так, делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Вот так вот еще можно сделать. Вот это убрать, наверное. Подожди, вот так вот. И вот так вот, да. Затем вот так вот. Вот это, давай сюда. И не работает, значит, антирад, наверное, пихнем. Во, все, зашибись. Короче, вон там БТР, прямо куда я смотрю. Вон там в низине. Наверное, вы мне не верите, но, знаете, проверять я показывать вам не хочу, ибо бежать обратно. Военные вроде теперь не это самое, не мешают. Ну-ка, и что? Не знаю, попал ли я. Ну, давай еще одну кинем. И что? Что-то Беттер не взорвался как-то. А вот так. Кабаны тут бегают еще рядом. Там ясно, говно, у меня гранаты кончились. И что делать? БТР, ты взорвался? Блин, мне страшно. Не-не-не, херня, он не взорвался. Короче, надо загружаться. Короче, пришел я сюда еще раз. На сей раз я шлепнул этого военного. Вроде как база не... Чего? Ясно, база загрелась. Че это такое? Я слышу какие-то звуки. Вертолет? А где вертолет? Не вижу. А, вот он. Ну, здорово, вертолет. А чего это мы тут кружим? Ты же не на меня? Конечно, не на меня. Че я такого сделал, чтобы ты на меня быковал? И че ты, дудик, летает тут вокруг да около? Эй, пилот! Ты лох. Сел в вертолет и сдох. Объелся. Ёб. Блин. Итак, я снова рядом с БТРом. На сей раз того военного нету. Ну-ка. И вторую. Не знаю, долетает ли она вообще. Но сейчас точно должно долететь. Не знаю, РГД кинуть. Попытка номер хрен знает какая. Тупо гранаты не долетают. Вот реально вообще ничего не могу сделать. На. Ну, бля, теперь... Ну, конечно, теперь эти говноеды меня будут убивать. Да как вы меня заебали все. Сука, почему этот додик по тау не может взять и нормально докинуть гранату до БТРа? Нихера не долетает, потому что нет урона по БТРу. Я уже сколько раз перезагрузился. А как только я хочу забраться на возвышенность, чтобы у меня были хоть какие-то шансы докинуть до БТРа? Так, все, сразу вот эти говноеды активизируются. Вот, просто максимально натягиваю. Я не знаю, нет индикатора здесь, понимаете? Поэтому просто вот на ощупь. Может, сейчас она даже в руках у меня взорвется. На, вот сейчас я нормально кинул? Нихера не нормально кинул, потому что я видел, как она взорвалась. А я не должен видеть, как она взрывается. Ну, сейчас я не знаю. Сейчас, наверное, было более-менее удачно. Но РГДшки, конечно, вряд ли уже что-то сделают. Я свои эфки просрал. На. Ну, перезагружаемся опять. Так, ребята, стелс-миссия вообще вплотную практически подкрался. Я не знаю, докину ли я на этот раз. Будем надеяться, что да. Первая пошла. Так. Вторая пошла. Да! Наконец-то! Не, по-любому, он должен сейчас вернуться, обратно уползти и сохраниться. Теперь от БТРа тут остались лишь всякие искры и дым. А военные вон они сидят. И с ними надо тоже что-то делать. У меня есть РГДшка, в принципе. Но я не думаю, что она меня выручит. Ну, почему бы и не попробовать? Ну, кого-то убил. Уже неплохо. Подожди, я что, всех убил? Не. Да не. Да не, такого быть не может вообще. Ну, никак. Серьезно? Я всех убил. Вообще всех. Кек. Быстро-быстро-быстро лут. Кстати, возможно, я все-таки поменяю калаш. Но я пока еще не уверен. Так-так, ящики военные. Видимо, с оружием. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Подожди. Антирадов у нас, в принципе, хватает, если что-то побегать в радиацию. Опять же, какие дебилы военных в радиацию посадили? Отходим. И давай. На куму у меня там кто? На F3, по-моему. На F3 антирад. Да, юзаем. Давайте посмотрим стволы, которые мы подобрали. Меня, в частности, интересуют вот эти. Но они еще более убитые, чем мой. Но есть зато вот такой вот нормальный. Я не знаю, просто меня клины очень раздражают. Я вот думаю, может все-таки откатиться на автомат АК-74. Да, на него нельзя вешать прицел. Но когда я к черту этот прицел получу? Не знаю, по-моему, никогда. Поэтому давайте все-таки откатимся действительно на него. И побегаем с ним. Так, и сейчас посмотрим ящики, которые там есть. Обязательно. Вот, короче, эти ящики. В принципе, их с собой тягать не надо, потому что они очень тяжелые. Достаточно просто сейчас вернуться к Зубу и сообщить, что вот все. Видите, 39 килограмм один ящик весит. Я никогда в жизни не донесу. Все, погнали, короче, отсюда. Все, больше ни у кого ничего нету. Ну, надеюсь, что ни у кого ничего нету. Я все обыскал. Прям вот очень... Отъеду. Сейчас отъеду. Нет, не отъеду. Все. Фух. Это было очень опасно сейчас. Здорово, Зубчанский. Ну и попал я своим караваном. Что случилось? Груза нет, на месте, но там охрану выставили. БТР, еле живой ушел. Ладно, не прочитай. Спасибо за работу. Держи вот от меня. Артефакт новый, необычный. Такого еще никто не видел. Ладно, благодарю, будь. А, что за артефакт? Ну, я понял, что за артефакт. Мне интересны его характеристики. Так. Ух ты ж нихрена себе. Ну, выносливая с минус и химожок минус, а то взрыв плюс и дополнительный вес плюс. И это артефакт... Какого уровня не написано? Вообще непонятно, какого он уровня. Но какого-то уровня. Ну, я полагаю, это же у второго, скорее всего. Либо я хз. Но это, смотри. Типа, тут написано конкретно электро, да? А тут вот электро и холодец. Кек. Хотя при этом он, по сути, ну, судя по иконке, огненный. Ладно. Так, ну что. Все. В баре мне больше делать нечего. Можно либо текать к Борову уже на переговоры. Либо текать обратно на заброшенный хутор. И там помогать этому вояке тащить сраного... Кого он там хотел? Коляна, Костяна, не помню. В церковь на болотах, судя по всему. Ибо он собирался на болото. Ну, я хз. Наверное, пойду все-таки труп таскать. Ну, а что еще делать? Вот оно, это тело, которое я должен был тащить вместе с Санеком. Санек изначально должен был сидеть вот здесь вот. Но, как видите, он сидел где-то в другом месте. В общем, вот оно. Костик, у него есть радость туриста. И понесли чего, правда. Что-то он не берется. Вообще ни в какую. Я, по-моему, узнаю, что надо делать. Берем. Снимаем костюм. Тащим пацана. Одеваем костюм. Лифи Хак. Как легко тащить тело. Ну, и все. Тащим. Надеюсь, он не отцепится. Ну, вроде, сырье. Вот так нормально прихватил, да? Ой, слушай. А как мы с тобой тут выйдем? Вот так вот. Да. Ну, что? Я теперь вынужден ходить с этим потаудодиком. Костик, что ты здесь православно отъехали? Ничего не скажешь. Ну, точнее, я отъехал, а этот челик уже был мертвым. Костик, да. Все время буду забывать, как тебя зовут. Алло. А что ты не взялся? Пойдем. Надеюсь, на болотах. В смысле? Пойдем. Ой, сейчас начнется вот это вот, да? Не будет браться и так далее. О, взял, взял вроде. Нет, не взял. Вот. Боже, почему я должен снимать костюм, чтобы тащить его? Это такая бредядина. Почему я не могу его тащить в костюме? В чем вообще проблема? На бред гребаный и непонятная херотень. И что? И все. Вот так вот я с ним должен ползти теперь, как додик. На квест, несомненно, веселый. Просто обожаю НЛС. И 10 из 10 мод. Не зря он там топ-1 на про каждый месяц. Ну, почти каждый месяц. А куда идти? Ну, по-моему, идти вот сюда, да? Поэтому погнали аккуратненько огибать все это дело. Ой, ну конечно, блядь, они доебутся до меня, когда я тащу труп. Сраные тушканы, как вы меня бесите. Ой, ля, короче, напишите мне в комментариях, какая награда была бы за этот квест, если бы я его выполнил. Ну, если там действительно что-то прям мега крутое, что мне поможет, то я так уж и быть его выполню, там за кадром дотащу и просто потом покажу вам, что будет. Если там, ну, такая себе награда, ну, я сам решу, такая себе она или нет, а вы просто напишите мне ее, то в жопу этот квест, потому что это очень утомительно. Меня тут тушканы донимают, в костюме нельзя таскать, какого черта? Потом еще по болотам его таскать. Ну, я, кстати, не знаю, где появлюсь на болотах в случае, если донесу вот сюда, ну, даже сюда нести, это очень муторно. В общем, пишите, что там за награда? Ты как туда залезла, дура? Вот, ну, а я пока на этом с вами прощаюсь, чуваки, большое еще раз спасибо всем, кто смотрел. Никусь, 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 никусь. Вот так вот. Еще раз большое спасибо всем, кто смотрел. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться, можно нажать на колокольчик, если вам нравится мой контент. Также переходите по ссылке в описании, там много всего интересного, в том числе и ссылка на скачивание этого мода, ссылка на мою группу ВКонтакте, ссылка на плейлист с этим прохождением, в случае не смотрели остальные 13 серий. Ну и все, что там, еще всякие ссылки можете чекнуть. Все, большое еще раз спасибо всем и покедово. Субтитры сделал DimaTorzok